Люди, всем привет из Сочи. Сегодня 23 декабря, ночь. Время уже 2 часа ночи. Только что отгремели, отгрохотали матчи, на которые мы многие давали прогнозы. Что-то зашло, что-то не зашло. Но по традиции я сделаю небольшую работу над ошибками. Меня часто спрашивают, например, что вы думаете про этот матч или про тот матч. Я говорю, ребят, все, что я думал, и думаю, я сказал в Ютьюбе. Но сегодня произошел один такой, скажем так, корректировочный случай. Перед матчем Уотфорд-Манчестер-Юнайтед я посмотрел статистику и обнаружил, что в этом туре в английском у гостей было преимущество. Гости выиграли 4 матча, хозяева выиграли только 2 матча. И я предположил, что, наверное, Манчестер-Юнайтед не должен выигрывать у Уотфорда. Прямо так вот откровенно, как бы неочевидная победа, и там будет навязана борьба. Ну, в общем, так и вышло. Вы видели все сами. 2-0, да? И вот по Тоттенхэм-Челси я предполагал, что Тоттенхэм забьет. Вот. И бывшая команда Мауриньо, она просто его уничтожила. 2-0. И, видимо, Мауриньо это понимал. И, значит, в этой игре было все 19 фолов. То есть немножко странноватая игра, было мало борьбы. Суть в том, что в обоих матчах английской премьер-лиги зашла наша любимая ставка. Обе забьют нет и нет ничьей. То есть сухая победа одной из команд. 0-2 и 2-0. Поэтому имейте в виду на будущее, что в Англии очень часто заходит, и я об этом говорю во многих своих роликах, в АПЛ заходит сухая победа одной из команд, которая, как правило, весит больше двойки. То есть на этом можно построить долгосрочную стратегию. Итак. Что касается Реал Мадрид Атлетик матч. Там. Извините, там Генич был прав, что тотал будет меньше. Дело в том, что, понимаете, Рождество. На носу Рождество Реал Мадрид играет два классика подряд. Классико подряд. Он играет с принципиальными соперниками. Что такое классику? Классику это типа дерби, не дерби. Игры с теми командами, которые ни разу не вылетали в секунду. То есть в первую, во вторую лигу. Это Реал, Барселона, Атлетик. Там может быть еще кто-то. Вот Реал Мадрид сыграл 0-0 с Барселоной и 0-0 с этим Атлетико. Почему это так произошло? Значит, ну просто надо было брать тотал меньше. Вот и все. Есть ли какой-то противоядие? Наверное, есть. Потому что все же думают, что там будет 2-2, 3-3. Но Испания, на самом деле, самая трудная лига для прогнозов. Я раньше думал, что Италия, но Испания тоже, да. Какие-то матчи можно Барселону угадать. Но мы играли на фоллах сегодня. Я взял фоллы в конце. Ассасон на Реал Соседат, по-моему, играли. То есть на фоллах отыгрались. Потом по Реал Мадриду вывод какой. Резюме. 8 фоллов за весь матч. То есть, если вы не знаете, что поставить на Реал Мадрид, просто берите индивидуальный тотал Реал Мадрида. Фоллов 10 меньше, 11 меньше. Сегодня, например, я взял Челси. 10 фоллов меньше. Я вижу, что они пробивают. Я взял в конце 11 с половиной меньше. Еще раз поставил. И общий тотал фоллов меньше. Еще раз поставил. И они зашли. То есть после счета 2-0 я вижу, что нет сопротивления. Как бы особой борьбы нет. То есть фоллы – это универсальное средство. Но мы играем в группе. То есть сегодня в группу вступило 10 человек. Я всех поздравляю, всех приветствую. И вот в группе можно там что-то поймать. Но сегодня была такая бешеная нагрузка. Просто я не успевал отвечать. Вот реально. И, конечно, сделал пару ошибок. Значит, по баскетболу. ЦСКА взялся 4 четверти у Калева. Я думал, Калев будет там какое-то ожесточенное сопротивление против оккупантов. Ничего подобного. Калев слил вообще легко. При том, что у Калева в этом сезоне, в этом декабре уже не будет матчей. ВТБ. Он будет играть в какой-то Балтийской лиге. Там пару матчей. 27-го, 28-го. Но по Астане я сказал четко, что Астана приедет выиграть в Польшу. Так оно и вышло. Обыграли они. Молодцы. Не подвели нас. Вот в целом, в общем. Значит, что касается Ювентус-Лацо. Почему Ювентус не прошел? Я брал осторожно двойной шанс на Ювентус. Думал, что ну как-то 1-1, как-то 0-0, как-то вот. Понимаете, правильная ставка была. Обе забьют. Почему? Потому что смотрите, в чем дело. Прошу прощения, уже хочется спать. Значит, когда мы берем прогнозы на такие матчи, как Ливерпуль-Фламенко, Ювентус-Лацо, там нет турнирной стратегии никакой. Понимаете? Там нет турнирной стратегии. А так как нет турнирной стратегии, нет статистики. Нам там не на что опереться. Вот Ливерпуль с Фламенко вообще, по-моему, ни разу в жизни друг с другом не играли. А мы берем победу Ливерпуля. Они берут и играют 0-0, понимаете? Следующий, на следующий матч, на следующий день играют, значит, Ювентус-Лацо, да? Вот. Что взять? Ну, конечно, они играли много раз между собой. Да, конечно, Лацо в последней игре обыграл Ювентус. Ювентус как бы должен был отомстить. А это не чемпионат Италии, это не кубок Италии. Это просто суперкубок. Тем более играют они в Саудовской Аравии. Это коммерческий выездной турнир. То есть, другой часовой поезд, другой климат, все другое, понимаете? Будут они бороться? Да, будут. Потому что это не Реал с Барселоном. То есть, правильная ставка была какая? Обе забьют. То есть, предположим, ну, Рональда там забьют, эти там забьют. Вот Лацо принципиально, как бы, они хотели нос утереть. Поэтому, ну, знаете, как вот угадать? Ювентус, Лацо надо брать, обе забьют. А Реал, Атлетик, тогда что брать? Обе забьют нет, что ли? Нет, Total меньше, понимаете? А там вот поэтому вот такие вот вещи. А самое лучшее вообще пропустить. Потому что турнира стратегии нет. Последний тур перед Рождеством. Многие команды сливают. Потом на Сельту я играл. Сельта не должна была проиграть. Сельта пять последних матчей на поле Леванта не то, что не проиграла, а вообще выиграла. Пять из шести. А сегодня они проиграли не просто проиграли. Три-один, автогол и последний гол на последней минуте. То есть, если бы не автогол, было бы один-один, и все было бы нормально. Все было нормально, один-один. Сельта открыла счет, Сельта вела один-ноль. Потом Сельта перестала бороться. Я просто посмотрел по фолам. Борьбы нету, фолов нету у Сельты. Все. Фолы все показывают. Поверьте мне, фолы показывают очень многое. Я уже в который раз повторю. Фолы – это лакмусовая бумажка футбола. Сельта вела в первом тайме по фолам, по-моему, 9-6. Потом они остановились, все. Во втором тайме Леванты побежали, забили там три гола. Все. Понимаете? То есть, почему-то Леванты остановились. Почему – непонятно. То есть, был какой-то слив. Борьбы не было. Почему не было борьбы? Вопрос к Сельте, да? Вот. Поэтому, если у вас не заходит какой-то результат, ну, возьмите фолы. Ну, я вот взял, на фолах я отыгрался. То есть, сегодня я как бы по нолям. Что проиграл, я потом на фолах все себе вернул. Так что, вот так вот. Теперь, значит, смотрите. Ноутбук у меня в ремонте, поэтому мне не очень удобно давать прогноз на… Ну, вообще, в принципе, неудобно. Поэтому я сегодня только один матч возьму, для прогнозирования завтра в 12 часов дня играет Амур Динамо Минск. И предварительно я посмотрел, конечно. Я еще смотрел матч Адмирал Торпеды Нижний Новгород. Ну, там для меня вроде бы Адмирал должен побеждать у Нижнего Новгорода. Но там неоднозначно, потому что Торпеды последний выиграл 7-2. И там, ну, они как бы подходят в одинаковой форме навстречу друг другу. И там, скорее всего, что-то будет типа 2-2. Это что касается Адмирала Торпеды Нижний Новгорода. То есть какой-то вот… Короче, обе больше полтора. Вот так бы я взял. А что касается Амур Динамо Минск, то здесь преимущество очевидное на стороне Амура. И объясню почему. Дело в том, что Амур играл свою последнюю игру 19 декабря. То есть они 4 дня отдыхали. Они играли в Челябинске, они выиграли в овертайме 2-2. И они прилетели домой и спокойно ждали Динамо Минск. Динамо Минск имеет сейчас выездную серию из трех матчей. Извините, на Дальнем Востоке. То есть Адмирал. Амур и, видимо, Кунь-Лунь, как обычно. То есть раз уж они полетели туда, то со всеми тремя должны сыграть. И вот Динамо Минск проигрывает. Адмирал 21 числа 5-1. И они, скорее всего, должны проигрывать и Амур. Дело в том, что Амур, когда возвращается из командировки домой, то первую игру, как правило, выигрывает. Как правило. Вот они и возвращаются. Ну, только вот со СКА они 13 ноября не смогли. Ну, СКА это СКА. А так вот они приезжают и вот у Локомотива выиграли 2-1 после командировки. Вот так, у кого еще тут они выиграли. У Спартака выиграли 5-0. То есть возвращаются домой и с новыми силами как бы берутся за ум. Это первый аргумент и второй аргумент в пользу Амур. Это то, что вот в последних пяти матчах на поле Амур Динамо Минск ни разу не выиграла. Вот 15-й год 3-2, 4-2 в пользу Амур. 1-0 Амур выиграл. И вот последние две встречи 2-2 и 3-3, но в овертайме все-таки Амур дожжал 3-2. А вот самую последнюю, говорю, Динамо Минск выиграл 4-3. Вот. Из этого как бы мы делаем такой вывод, что здесь надо заигрывать Амур, не проиграть основное время. Пускай там будет маленький коэффициент. Дело в том, что победа... Ой, дико извиняюсь, ребят, но почему начинаю зевать? Я не понимаю. Не хватает кислорода, что ли, мне? Или уже ночь? Ну, реально, да, спать уже пора. Плюс еще Боливия. Вот Фанбет дает на победу Амур 1-95. Это шикарно. Я думаю, что здесь надо заигрывать. В основное время Амур не проиграет. Потому что если дело идет до овертайма, Динамо Минск, видите, последние две игры Динамо Минск им не проигрывает. В основной не проигрывает. То есть 2-2 и 3-3. И потом как-то... Но следует понимать, что Динамо Минск выездная серия, как бы, да, то есть исходить из того, что они все-таки последнюю игру проиграли Адмиралу. И если они сейчас Амуру проиграют, то будут брать очки с Кунелодием, попытаться взять. Хотя бы 2 очка каких-то, да. Но маленький перерыв. И 2 дня запаса отдыха у Амура должны сделать свое дело. То есть Амур будет более свежим. Он будет играть дома. В общем, все идет к тому, что Амур должен побеждать. Какую брать ставку, зависит от вашей жадности. Жадность не самое плохое качество у человека. Оно полезное. Оно в разумных пределах. Я просто могу сказать, чем отличается жадный человек от скупого. Жадный человек – это тот, который все жалеет для других и ничего не жалеет для себя. Скупой человек – это тот человек, который экономит на себе, прежде всего. Это две больших разницы. По поводу вашей жадности – это нормальная качество в ставках. Но оно должно сочетаться с другими еще вещами. Поэтому, если вы хотите много денег заработать, одинаром ставьте победу. Одинаром ставьте победу Амура. Если вы куда-то в экспресс, составляете какой-то экспресс, как всегда говорю, не больше трех событий, берете двойной шанс на Амур, за 1,40, например. Это прекрасный, идеальный коэффициент для того, чтобы составить вот такой экспресс. И большое спасибо тем, кто меня смотрит, кто подписывается. Сегодня была огромная, большая активность. Будут и дальше у нас прогнозы. У нас появится теннис скоро. У нас в группе появится человек-специалист по теннису, у которого очень хороший заход по теннису. И всех поздравляю с наступающим Новым годом. Подписываемся, ставим лайки, теребим колокольчик. И вступаем в группу. Всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok